Зря ты Биби и Элвиса бросила, ведь он же нравится тебе, ты просто отказываешься от своего счастья. Кто бы говорил, Рейнбо, ведь ты сама так же от Витчи отказалась, рассказала ему зачем-то, что тебе другой парень нравится. Ой, тише, Биби, смотри, вон Витчи Марию в школу привёз. Ну всё, приехали, Мария, беги на уроки, а после школы позвони мне, я тебя заберу. Да, хорошо, Витчи, я и сама не хочу больше одна по улицам ходить. Давай, Рейнбо, пока Витчи один, иди расскажи ему, что Мария его не любит. Да ты что, Биби, я не могу ему об этом сказать. Да это же твой последний шанс, Рейнбо, и к тому же Витчи должен знать всю правду на самом деле. А может быть ты и права, Биби, пусть он узнает обо всём и сам решает, жениться ему на Марии или нет. Интересно, а чего это Рейнбо на уроки не идёт? Наверное, парня своего нового ждёт. ЗВОНОК В ДВЕРЬ По секрету говоришь? Ну ты, Рейнбо, оказывается, очень опасная девушка. Сначала прикидываешься подружкой Марии, а потом пытаешься поссорить нас с ней. Да нет же, Витчи, я просто хотела, чтобы ты всю правду знал. Ты что, мне не веришь? А с чего бы ты, я тебе верил? Сначала ты говоришь, что я тебе нравлюсь, потом ты говоришь, что тебе другой нравится, а теперь ты уже говоришь, что Мария меня не любит. Ты, наверное, хочешь, чтобы я вообще один остался. Да нет же, Витчи, это всё не так. И вообще, забудь всё, что я тебе сказала. Эй, Рейнбо, постой, что там у вас произошло? Какая же я всё-таки ужасная. Витчи прав, я только притворяюсь о подружке Марии, а на самом деле я только пытаюсь ей поссорить. Эй, Рейнбо, расскажи мне, что тебе Витчи сказал? Ты почему так расстроилась? Я не хочу об этом говорить, Биби, но лучше бы я к нему вообще не подходила. Ой, ты извини меня, Рейнбо, это же я тебе сказала к нему подойти. Ой, Биби, я хотела поблагодарить тебя за то, что ты сказала Элвису, чтобы он меня отпустил. Да это тебе не меня нужно благодарить, Мария, а Рейнбо. Я сама даже и не думала с ним разговаривать. Ой, Рейнбо, спасибо тебе большое, ты такая замечательная подружка. Да какая я тебе подружка, Мария, ты ничего не знаешь обо мне, на самом деле я просто ужасная. Эй, Рейнбо, постой, ничего не понимаю, я что, её чем-то обидела? Да нет, Мария, ты не обращай внимания, просто у Рейнбо сегодня плохое настроение. Мне так не показалось, наверное, всё-таки дело во мне, я всегда что-нибудь лишнее говорю. И ты извини меня, Биби, за то, что я тебе про Элвиса наговорила. На самом деле тебе не нужно было с ним расставаться, ты поступай сама, как считаешь нужным. Ну надо же, вот уж не ожидала от неё такого услышать. Наверное, Мария права, не нужно было мне с Элвисом расставаться, мне нужно позвонить ему, чтобы договориться с ним о встрече. Ну вот, даже кататься настроения нету, я даже и не знаю, что мне делать, чтобы Биби меня простила наконец-то. Ну неужели я такой плохой парень, что Биби даже стыдно встречаться со мной? Ой, ну надо же, а вот и Биби звонит. Алё, привет, Биби. Привет, Элвис, мне нужно поговорить с тобой, может быть мы встретимся сегодня, когда у меня уроки закончатся. Хе, ну конечно, давай встретимся, ты приходи ко мне домой после уроков, мы там поговорим, чтобы нам никто не мешал. Ну хорошо, Элвис, договорились, я после школы сразу к тебе. Эх, на самом деле, Элвис у меня такой замечательный, и мы бы только себе нормальных друзей найти. Хе, ну надо же, не могу поверить, что Биби сама мне позвонила, хе-хе, а вдруг она решила снова помириться со мной? Эй, а этот ещё куда несётся? Эй, ты смотри, куда едешь, ты же меня чуть не задавил. Так, а я и смотрю, весь день езжу тебя по улицам ищу. Ой, ну надо же, да это же парень той самой девчонки, на которую мы с Найфелом напали, надо срочно делать ноги отсюда. Эй, ты что думаешь, твой скейт выедет от моей машины? А ну-ка стой, кому говорю. Ага, конечно, ещё чего закатил. А-а-а, ой, ой, ой. Эй, ты чего, ты же чуть не наехал на меня. Ты лучше скажи спасибо, что я затормозил, а то у тебя бы мокрого места не осталось. Да тебе чего нужно от меня, что ты меня вечно преследуешь на своей машине. Так я, кажется, предупреждал тебя уже, чтобы ты не трогал мою девушку, но похоже ты не понимаешь по-хорошему. Да мы даже ничего и делать не собирались, мы просто с Найфелом её напугать хотели. А, напугать значит? Ну сейчас я тебя напугаю. Эй, стой, а ну-ка не тронь моего друга. Эй, Найфел, побежали лучше скорее отсюда. А ну-ка стой, мы ещё не закончили разговор. Да не бойся ты, Элвис, мы сейчас вдвоём с ним быстро разберёмся. Смотри, у меня даже бита есть. А, так вы решили вдвоём со мной разобраться? Ну хорошо, вдвоём так вдвоём. Хе-хе, ой, стой, ай, ой, 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 ой. Мелкие хулиганы, неужели вы и правда думаете, что вам всё можно? Эй, ну хватит уже, мы всё поняли. Да, извини нас, мы больше не будем. Вам повезло, что я сегодня такой добрый, так что давайте, бегите отсюда во скорей. Ну что, Найфел, ты идти можешь? Кажется, могу, но всё-таки нам лучше бежать, а не идти. А-а-а, побежали скорее. И больше и близко к моей девушке не подходите. Ну надо же, какой он сильный этот Витчи, вдвоём нас с тобой побил. Ты извини меня, Найфел, что всё так получилось, ты же за меня заступился. И вообще, если бы я не сказал тебе Марию проучить, то ничего бы этого вообще не произошло. Да ладно тебе, Элвис, подумаешь, синяки, нам же весело с тобой было, а это самое главное, хи-хи. Ну вот, покатался на скейте, называется, на свою голову. Не понимаю, чего этот Витчи так разозлился на меня, я же ничего не сделаю девушке. Ай, как больно. Надеюсь, если холодную ложку приложить, то синяк быстро пройдёт. Вот сейчас Биби увидит меня в таком виде и вообще передумает мириться со мной, подумает опять, что я опять с кем-нибудь подрался специально. А вот и она пришла, надеюсь, она не заметит мой синяк. Ой, привет, Биби, как же я рад тебя видеть. Элвис, а что с тобой случилось? Ты же весь в синяках. Да я ни в чём не виноват, Биби, это этот Витчи меня на своей машине специально на меня наехал. Как это наехал? Он что, тебя задавить хотел? Ну да, он сначала сбил меня на скейте, а потом начал бить меня, а я даже совсем с ним драться не собирался. Так это что, ты даже не сопротивлялся, а он бил тебя одного? А, ну да, Биби, я вообще один был, а он просто так взял Биту и начал меня бить. Ну надо же, Элвис, ты выглядишь просто ужасно, дай-ка я тебе хоть прическу поправлю. Ну вот, так гораздо лучше будет. Так что ты, Биби, не будешь обижаться на меня? Ну то, что я снова подрался. Так ты же не подрался, Элвис, ты же не виноват ни в чём. Я и не думала, что этот Витчи такой жестокий. Нужно Рейнбоу обо всём рассказать. Ну вот, хи-хи, кажется я преувеличил немного, но зато Биби даже пожалела меня. Как же мне сейчас стыдно, надеюсь, Элвис не будет рассказывать Марии о нашем с ним разговоре. Ой, а это ещё кто? Ну ничего себе, это мне Мария звонит, наверное она узнала обо всём. Не буду трубку брать, даже не знаю, о чём мне с ней разговаривать. Я и сама не понимаю, подруга я для Марии или нет. Думаю, мы могли бы с ней подружиться, если бы не эта свадьба с Витчи. Странно, почему Рейнбоу трубку не берут, когда я звоню? Надеюсь, она дома и я смогу с ней поговорить. Не понимаю, чем я могла её так сильно обидеть. Ой, а это ещё кто ко мне пришёл? Мария, а ты зачем сюда пришла? Да просто ты с уроков сегодня ушла, после того, как мы с тобой поговорили. Вот я и переживаю, чем я тебя могла обидеть? Да ты меня ничем не обидела, просто у меня было плохое настроение. Да нет же, Рейнбоу, ты скажи мне всё как есть, я иногда действительно могу что-нибудь лишнее сказать. Да нет, Мария, ты не переживай, пожалуйста, ты вообще ни в чём не виновата. Эй, Рейнбоу, ты не представляешь, какой твой Витчи жестокий оказался на самом деле. Что? Би-би, о чём это ты говоришь? Хе-хе, да твой Витчи сбил моего Уилвиса на машине, а потом бил его одного. Эй, Би-би, ты наверное хотел отказать мой Витчи, а не Рейнбоу. Ну да, Би-би, при чём тут я вообще? Да, при том, что я ещё раз убедилась, что он вообще тебе не пара. Вот пускай он с Марией будет, они просто замечательно подходят друг к другу. Би-би, ты что такое говоришь? Ты, наверное, просто взволнована сейчас. Постой, Рейнбоу, о чём это она говорит? Ты что, с Витчи моим встречалась? Да нет же, Мария, это просто Би-би взволнована сейчас, а она сама не знает, что говорит. Да почему ты, Рейнбоу, ей всё правду не расскажешь наконец-то. Она должна знать, что вы с Витчи встречались. Да мы с ним не встречались, я вообще не знала тогда, что у него девушка есть. Постой, Рейнбоу, это как понимать? Ты что, уже давно знаешь Витчи? Да, Мария, мы с ним познакомились ещё, пока я в вашу школу не пришла, но я даже не знала, что у него есть девушка. Так это что, вы оба обманываете меня всё это время, а я ещё считала тебя своей подругой. Мария, ты прости меня, пожалуйста, но я ни в чём не виновата, я перестала с ним общаться, как только узнала, что вы с ним встречаетесь. Да, ты, наверное, в самом деле ни в чём не виновата, но только почему-то сразу мне ничего не сказала. Би-би, ты что наделала? Мария не должна была ничего об этом знать. Да я и сама не знаю, Рейнбоу, как так получилось. Я просто хотела рассказать тебе, как этот Витчи с селвизом обошёлся. Не представляю, как Витчи мог так поступить со мной, а я ещё была уверена, что он любит меня. И у нас же скоро свадьба. Может быть, нам вообще всё отменить нужно? Ребята, что мне делать? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А ещё ставьте нам лайк и подписывайтесь на наш канал Весёлые Игрушки. В следующей серии будет продолжение этой истории. Только не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить премьеру нового видео.